Как идет губернаторская кампания? Какие здесь есть подводные камни? С чем столкнулись? Ну, губернаторская кампания у нас идет, я бы сказал, в нормальном режиме имитации выборов. Как известно, муниципальный барьер был введен после последних муниципальных выборов, то есть наша власть, наша партия воров и жуликов поменяла правила в ходе игры, передернула карты и предлагает всем играть по этим правилам. При этом ситуация такая, официально заявлялось, в прессе было, что было собрано больше тысячи подписей за Полтавченко. В результате на всех оставшихся, а у нас 1400 примерно избранных депутатов, остается 400 подписей, максимум 2 кандидата. Ну, будет 4 по такой предварительной информации. То есть реально и у губернатора подбирает себе партнеров, спарринг-партнеров для выборов. Ну, он, видимо, так боится яблоко и женщину Оксану Дмитриеву, что повторить то, что сделал Собянин в Москве, он не готов. А реально это все коррупция. Госзаказ своим, бюджетные деньги своим, бюджетная поправка депутатов своим. И все это за ваш счет, надо понимать. И муниципалам говорится так. Ребята, вы там делаете все, что хотите, только отдайте подписи тому, кому нужно. Вот вам ход избирательной кампании, причем это связано на самом деле, и губернаторское, и муниципальное. Ну, первое, что касается, я все-таки вопрос по выборам губернатора затрону. Значит, в понедельник мы приняли решение партии Яблоко о том, чтобы на этих выборах подвиси муниципальных депутатов от Яблока поддержать Оксану Геннадьевну Дмитриевну для того, чтобы эти выборы были конкурентными. Сегодня, вот я после этой конференции еду в офис Паралива России дать свою подпись. Это будет последняя подпись, это наш вклад, наша помощь Дмитриеву, чтобы она смогла пройти этот так называемый, я не называю фильтр, я называю это муниципальный шлагбаум. Это первое. Второе, что касается муниципальных выборов. Как и выбор губернатора, мы подошли к окончанию первого этапа, к окончанию регистрации. Выводы мы и анализ сделаем чуть попозже, но сейчас уже можно определенно сказать, что во многих муниципалитетах выборы, я считаю, сорваны. Сорваны по разным причинам, от изменения адреса муниципалитетов до фиктивных очередей. Вот сейчас я после Оксаны Гердовны поеду в очередной раз попытаться подать документы во всем известное муниципальное образование «Красная речка». Надеюсь, мне это удастся. Сегодня там последний день подачи документов. Я еще уточню, о каком числе подписей для Оксаны, которые вы собрали, которые вы готовы передать? Нет, нет, я тебе скажу. Какое число подписей? Значит, мы всегда говорили, что у нас есть три муниципальных депутата. Эти три муниципальных депутата свои подписи дали, я в том числе. И еще 12 человек, которые были готовы, они нечленные. Это то, что я говорил раньше. Они были готовы дать подписи. После того, как в гонку вступил наш кандидат Голов, он уже провел свою работу. И часть депутатов муниципальных, с которыми он разговаривал, готовы были подписаться под нашу кандидату. Передача подписи – это не передача бумажки. Это каждый муниципальный депутат должен прийти к нотариусу и заверить свою подпись. Мы вели переговоры с большим количеством муниципальных депутатов. Вот в качестве примера председателя муниципального образования Красное Село. Он говорит, вы собираете? Мы говорим, шансов мало. Давайте я сразу отдам подпись в поддержку Оксаны Дмитриевой. Позвонила муниципальная депутата с 15-го муниципального образования. Говорит, я готова за вас подписаться. Это было вчера. Я говорю, мы просим подписаться за Оксану Генриховну. Я не буду за нее подписываться. Это решает каждый депутат сам. Я повторяю, это не механический вопрос передачи. У нас реальная наша возможность порядка 30 подписей было. К сожалению, больше в этих условиях собрать мы не могли. А по округам? По округам, 24 округа у нас муниципальные. Вы, наверное, общались с Оксаной Генриховной. И есть ли у вас информация, плюс если добавить ваши 30 подписей, берет ли она необходимые 156? Оксана Генриховна попросила нас ее поддержать. Она сказала, что наша поддержка поможет ей пройти муниципальный фильтр. Я надеюсь, что наша поддержка поможет ей пройти муниципальный фильтр. Я еще уточню тоже по вопросам переговоров. На той неделе Оксана Генриховна звала двух сенаторов, кандидатов в сенаторы. Соответственно, третьего она не назвала. Это место за яблоком? Не знаю. Я не могу сказать на эту тему, не знаю, но наша позиция в отношении движения, формирования Сената, таким образом мы категорические противники, мы считаем, что сенаторы должны избираться в регионах. И поэтому мы даже не прорабатывали вопросы фамилии, хотя нам предлагали назвать целый ряд популярных людей, но мы, повторяю, наша принципиальная позиция, мы против такого способа формирования Совета Федерации. И еще, «Спарадливая Россия» это все-таки наш оппонент. Еще раз, то, что мы подписываемся и даем подписи Оксаны Генриховны, мы хотим сделать выборы конкурентными, не более того. Но это наш противник «Спарадливая Россия» с их законами Димы Яковлева, с их шестолетним сроком президентства, с их принятием бюджета в Петербург. Возвращаясь к губернаторской кампании. К сожалению, губернатор Полтавченко – это имитация губернатора. Он вроде бы есть, но его на самом деле нет. Вот смотрите, в городе творятся массовые безобразия, массовые нарушения избирательных прав граждан. Десятки муниципальных комиссий избирательных нарушают права тысяч и сотен тысяч граждан. Действия губернатора. Вот в его городе происходит позорнейшее действие, позорнейшее. Это то, что происходит, позорит наш город. Он создает рабочую группу. Вы слышали что-нибудь, хоть какую-то информацию о деятельности этой рабочей группы? Поэтому мы будем продолжать вести губернаторскую кампанию. Если он ничего не делает, мы будем делать. С завтрашнего дня с трех часов в офисе Яблока мы приглашаем всех, кто пострадал таким или образом, дать свои показания. Мы будем фиксировать и видео, мы будем публиковать черную книгу позора Полтавченко. Он позорит наш город. Эти муниципальные комиссии позорят наш город. Это коррупция, самая настоящая, неприкрытая коррупция. И мы будем бороться с этим. Он ничего не делает, мы будем делать. То, что мы можем сделать без него, нам не нужен такой губернатор. Я еще немножко добавлю. Значит, у нас завтра выходит книжка, которая называется «Полтавченко. Три года условно». И там написано, почему мы хотим, чтобы Полтавченко не было в городе как губернатора. Можно еще один вопрос не о выборах. Вы, наверное, знаете ситуацию, которая сложилась вокруг Олега Воронова, который сейчас подозревает в педофилии. Как вы можете прокомментировать, известны вам какие-то подробности? После этой части какой-то предвыборной борьбы или что-то другое, действительно, за ним есть такой решет. Да, нам эта информация известна. Вчера об этом узнали, его вчера арестовали. Сегодня идет суд, насколько я знаю, суд еще не закончился. Поэтому все подробности мы сообщим, сделаем заявление по этому поводу только после разговоров с адвокатами. Пока мы не можем ничего сказать. Единственное, что я могу прокомментировать. Вы сказали педофилии, да? Год назад Баронов защищал людей, которые, скажем так, занимались этим. Он был адвокатом их. Может быть, связано именно с этим делом. Может быть, я не знаю. Может, это провокация, потому что сегодня идет суд, и сегодня же идет регистрация муниципальных депутатов в Петергофе, где он зарегистрирован. И должен был получить сегодня удоставление кандидата. Может, это провокация, я не знаю. Еще раз говорю, давайте мы немножко подождем, более полная информация будет от адвокатов, и тогда мы сделаем заявление. А вот то, что вы сказали, что вы связаны, это связывает не его с ним, а связывает этих людей, которым защищал. Провокация это или нет, давайте потерпим немного. Я хотел бы добавить несколько слов лично об Олеге Васильевиче Баронове. Он работал в школе ЖКХ, которую я организовал и веду, и он выступал там, рассказывая о том, какие договора управления многоквартирными домами должны быть. Знаете, юристы, особенно адвокаты, делятся на две категории. Такой ушлый, чего изволите, и адвокат, следующий с буквы духу закона и идеалист. Вот Олег Васильевич работал вот так. И он, я повторяю, абсолютно бесплатно выступал на этой школе не единожды, консультировал людей, помогал. По его личной жизни ничего не могу сказать, потому что живем на разных совершенно концах города, просто общались только по делу. Но вот по-человечески мы с ним взаимодействовали очень хорошо, и он, я повторяю, абсолютно бескорыстно помогал очень многим людям. В отношении преступных вещей этим должен заниматься Следственный комитет, и вопрос обеспечить законность всех этих расследований. Здесь мы не можем давать оценку этой стороне, на мой взгляд. На ВКС-ТВ, Анатолий Григорьевич, вы всерьез думаете, что сможете победить на этих вопросах? Значит, я, это зависит от того, что называть победой. То, что не дадут преодолеть муниципальный барьер, вероятность была 99% с самого начала. Это не, это как бы цель максимум. Но говорит людям правду, и говорит король-то голый, извините, у нас нет губернатора, у нас имитация. У нас есть некий генерал-губернатор трус в штанах. Он боится женщины, он боится людей. Он, его нет в городе, он не принимает никаких решений, это пустое место. Вот это уже победа, что можно это сказать людям. И я надеюсь, что мы победим.